Всем доброго времени суток! Сейчас сезон созревания томатов, а это значит, надо приготовить кетчуп. Готовлю я такой кетчуп уже много лет, и готовится он безотходным производством. А на выходе у нас получится три продукта. Сок, специя и кетчуп. Для данного рецепта нам понадобится 5 кг помидор, 1 кг яблок, очищаем от сердцевины, 2-3 головки чеснока и острый перец. Тут по желанию. Все это дело измельчаем с помощью блендера, либо с помощью мясорубки. Ставим на огонь, доводим до кипения. Убираем пенку, и после того, как закипит, увариваем эту массу где-то часа полтора-два. Все зависит от сорта ваших томатов. Так, а сейчас наша задача процедить эту массу, освободить ее от жидкости. Делаю я это с помощью сита. На выходе у нас получается два продукта. Томат этот убираем, пусть остывает, а сами займемся жидкостью. Томатную жидкость ставим на огонь, добавляем соль, сахар по вкусу, доводим до кипения, разливаем по банкам, и поверьте мне, это очень вкусный томатный напиток. А сейчас нам надо наш томат пропустить через сито. На выходе у вас должна получиться нежная пюрешка. И у вас остается жмых, который ни в коем случае не выкидывайте, отправляйте в сушилку. Мы будем из нее делать приправу. Пюрешку отправляем обратно на газ, добавляем соль, сахар, и я добавила немного зелени. Также добавляем сюда 50-70 мл растительного масла. И варим эту массу минут 30, периодически помешивая. Как только вы увидите, что у вас слегка начинает налипать паста ко дну, добавляете 50 г уксуса 9% уксуса, выключаете газ и разливаете по банкам бутылкам. Если вы захотите более нежную текстуру, то можно погружным блендером спить томат перед второй варкой. Так, ну а теперь к жмыху. За ночь он у меня высох, я сушила при 70 градусах. В блендере я его измельчила до нужной мне фракции. Доставлю все свои запасы. Здесь у меня вот тот самый томат, который мы сушили. Дальше идет петрушка. Тут у меня морковка, чеснок. В качестве зелени у меня здесь сельдерей и тимьян. И лук. Все добавила по столовой ложке. Все сейчас я перемешиваю. И у меня готова приправа. Если вы хотите, чтобы у вас приправа сохранилась надольше, просто кидаете туда пару ложек соли. Приправа получается ароматнейшая. И без всякой химии. Вот так вот у нас из 5 килограмм томата получилось 3 продукта. Как видите, на самом деле это безотходное производство. На этих кадрах я с вами прощаюсь. Готовьте с удовольствием. Радуйте своих родных и близких. И пусть вам будет вкусно. Всем пока-пока. До новых встреч.